Как бы приходим на намаз, мечеть, но то, что происходит дома, у нас как бы он на второй план остается. Поэтому, если вы приходите в мечеть, то оставляйте дома тоже свою частичку, частичку своего имана, частичку вот этого духа, сунны пророка, саллах али вассалям. Условия создавайте своим женам, детям, чтобы они тоже в эту ночь без этой милости Всевышнего Аллаха не остались. Потому что наши жены, они устают, они бегают по дому, да, следят, воспитывают наших детей, убирают, стирают. И просто вот по усталости своей они что делают? Просто засыпают и утром просыпаются, а уже, как говорится, поезд ушел. Поэтому, скажите, сегодня можешь не готовить, я сам там, не знаю, просто финики поем, но лучше днем поспи, но ночью, чтобы ты поклонялась Всевышнему Аллаху. Поэтому даже у нас почему говорят, намаз женщины, он дома лучше. Очень много хадисов, и поэтому мы, ученые ханафитского масхаба, они говорили, что намаз женщины, совершенный дома, он лучше, чем в мечети. За исключением, да, наших мечетей, там, пророка, мечети-харам, в которых есть хадис. Потому что Аллах, Он для них создал эту мечеть, и в Ахтикафе даже, когда женщина находится, она должна находиться у себя дома. И поэтому, если дом, это частичка, да, или путь для наших жен, чтобы попасть в джанат, и если мы его, как бы, там, соответствующие условия для них создадим, это тоже для нас, кроме Хайра, и в этом Дуне, и в Ахриете ничего не будет. А у нас получается так, как будто мы сами одни должны попасть в джанат, а наши жены, пусть они нам прислуживают, да, и в джанатами, мы стопроцентно уверены, что не попадем в джанат, и поэтому, как бы, жен тоже. Но порой бывает так, да, если в хадисах такое, что и ученые, которые были, да, там, там-то уже себя в джанат посадили, они оказываются самым, на самой нижней ступени джаханна. И люди, кто садаха делал, они что делали? Тоже запланировали себе, забронировали место в джанате, но оказались сам внизу. Понимаете? И поэтому, может быть, дуа наших жен, которые они за нас делают, за наших детей, а не нас и наших детей от джанат нам спасут. Поэтому Аиша, ради Аллаха, да, сколько хадисов от жены нашего пророка, саллаху али и вассалям, говорится, да, вот пророк уходил в Ахтикав, они оставались дома, но там пророк, саллаху али и вассалям, он говорил, давайте, бодрствуйте в эту ночь, читайте намаз, делайте дуа. И для этого все условия делал. И поэтому, раз мы берем сунну нашего пророка, давайте ее брать полностью, не в той части, которой мужчин только касается, но и в той части, которая касается наших жен, наших детей. Спасибо за внимание. Саляму алейкум.